Девушки отдыхают В эфире 261 выпуск программы «Автомобиль». Открывают его внедорожные погоняшки. История этих гонок началась со звонка. Мол, хотим погонять у вас в программе, только не на машинах, а на квадроциклах. Но мы, как говорится, за любой кипиш. Вот правда, трассы для гонок-квадриков нет. В ответ услышали. Есть, и вы даже знаете где. И то верно. Дорогу в Юрьево и картодром, что рядом с бывшим аэродромом знают многие. Вот здесь и развернулись события этих погоняшек. Знакомьтесь, Паша и Саша – наши герои. А квадроцикл они взяли на прокат. Одинаковые 400-кубовые Поларфоксы. Так что гонки будут честные, а вот трасса тут уже интереснее. Ее вид, надо сказать, ошарашивает. Гонка для профи? Впрочем, заезда будет два. Оба на время, и первая дорожка пройдет по осеннему лесу. Гонщики готовы, и Саша выходит на старт первым. Через 30 секунд выпускаем на старты Пашу. И у него есть возможность догнать соперника. Впрочем, боди, догони, и Саню шпарит на всех парах. А ну-ка сравним, как соперники проходят один и тот же поворот. И? Паша едет все-таки медленнее. Первая трасса, по большому счету, вообще прогулочная. Не зря получила название «туристическая». Хотя и здесь есть места, где наши гонщики снижают скорость чуть ли не до пешеходной. И все одно вижу, что Александр едет чуть шустрее. Паша, поднажми. Хотя Павел, похоже, едет в свое удовольствие. Любуется дорожкой, осень-то хоть и поздняя. Но в лесу красота, а воздух какой. Летом такого не бывает, свежатина. Думаем, и зимой здесь будут не менее великолепные пейзажи. А ее приближение чувствуется даже в этой корочке, да. Ну вот, взял и сломал. Это Саня летит к победе, и он однозначно быстрее. Мостик. И, кстати, коварный. Ух, очень скользко. Экстрим у Сани. А Паша? Он осторожнее, но и медленнее. Александр в это время уже летит к финишу. А забавный бугорок с отрывом колес перед финалом. Впрочем, Паша тоже разогнался. Но тем не менее, проигрыш. Я чуть позже прокомментирую время прохождения, а пока участники не остыли второй заезд и совершенно иная трасса. На старте, Александр. Вот тут уже экстрим, притом сразу. Можно и застрять. Ответ Павла. Он выходит на старт. Хм, не дурно. Похоже, Паша решил отыграться. Притом, обратили внимание, она будет в кроссовке. И это чуть позже я тоже прокомментирую. Впрочем, Саня едет отлично. И хотя мы опять выпустили соперников на трассу с разрывом в 30 секунд, догнать его возможно съесть. Но это будет непросто. Дорожка-то, видите, какая сплошные буераки, да и прямых практически нет. Зато азарта выше крыши. Скорости большие не развить, а вот застрять запросто, что Паша и подтверждает. Ну да, теперь, похоже, реванш не состоится. Саня в это время уходит в отрыв. Вообще, среднее время прохождения предыдущей туристической трассы обычно фиксируют в районе 12-15 минут. Но Александр уложился в 9, а Павел подольше в 10 минут. Этим они показали, что ездить умеют. А экстремальную трассу обычно проезжает в среднем за 5 минут. Но Саня это сделает точно быстрее. 3 минуты. Спортсмен. Тем не менее, Паша тоже молодец. Мог отыграться, если бы не застрял. Ну что же, полная победа Александра. Но азарт и удовольствие от этой прогулки на квадроциклах получили оба. Ну а мы благодарим прокат квадроциклов за предоставленные трассы, машины и помощь во время съемок. Взамен даем телефон и адрес в интернете для связи. Тоже можете покататься. Подъезд к прокату на машине или автобусе. Повторимся, это бок о бок с Юрьевским картодромом. Трассы действительно интересные. Вот правда, сразу гоняться не стоит. Наши герои все-таки потренировались, прежде чем позвонили нам. Кто впервые видит это чудо техники и понятия не имеет, как управлять, не беда. Есть инструктор, все вопросы к нему. И к теме кроссовок Паши. Не хотите пачкаться? Попросите костюм и сапоги. Все дадут. В общем, отличное место для отдыха. И главное, цены за прокат разумные. В несколько раз ниже, чем в том же Питере. Наш партнер по рубрике «Погоняем» – компания Титаносен. Качественное топливо, как бензин, так и солярка, и по разумным ценам. Титаносен – это новгородская компания. А значит, деньги, которые мы платим за топливо, работают на развитие нашего региона и не уходят за его пределы. На очереди рубрика «Автоэксперт». И в центре внимания – автоэлектроника. Осень в этом году теплая. И пока она не собирается отдавать свои права зиме, мы отвлечемся от подготовки к холодному сезону и побываем на интересном мероприятии. На этом семинаре компания МВА Групп представила различные новинки автоэлектроники. Что позволяет нам сделать их краткий обзор. Вообще, компания МВА Групп работает на автомобильном рынке свыше 10 лет. И является официальным представителем таких брендов, как ACV, Sky, Alpine, DLS, Pioneer, Sony и многих других. Безусловно, одним из лидеров по популярности у автовладельцев являются видеорегистраторы. И нам показали очень любопытную модель. Притом, производитель опять привлекает чудесами ночной съемки. Последняя модель наших видеорегистраторов 15GQ1719 оборудована специальным режимом Night Vision, который меняет цветовой баланс во время ночной съемки. Это мы сейчас проверим. Но прежде отметим очень интересное конструкторское решение. Главный плюс этой модели видеорегистратора ACVGQ15 – это хорошая антивандальная защита. Производитель взял и разделил видеокамеру и монитор. В результате видеокамера маленькая, я бы сказал, такая миниатюрная, ее легко спрятать, а монитор воткнем в тот же прикуриватель. Ну что же, кто боится оставлять регистратор в машине, возрадуйтесь. Теперь камеру легко спрятать, а монитор и так не видно. Хотя его можно вообще хоть в бардачке возить. Соединяем девайсы HDMI-шнуром. Да-да, разрешение Full HD. И вперед. Конечно, осенний дождик слегка усложнил проверку. Но нам понравилось, как камера видит этот неяркий и сырой окружающий мир днем. Претензий нет. Одно отметим, что прищепка отнюдь не идеальное крепление. Лучше использовать вот этот крепеж на скотче. Он с отличной регулировкой и тоже идет в комплекте. Хотя сегодня у нас и нет задачи глобально протестировать и сравнить между собой видеорегистраторы, тем не менее, нас заинтересовала заявленная функция Night Vision. И мы дождались темноты. В меню регистратора видим варианты настройки ночной съемки. Заодно укажем, с какого часа именно начинается ночь. И вот так выглядит ночная картинка от ACV GQ15. Неплохо. И главное, Night Vision работает. Впрочем, принцип этой работы понятен. Не зря мы задавали ночное время. Яркость картинки повышается. Хотя это и дает больше шумов, но зато. В темноте можно рассмотреть больше объектов. А именно это и важно. А шумы компенсируются высоким разрешением. 1920 на 1080. Так что для тех, кому важна именно антивандальная защита, с возможностью спрятать камеру и монитор, и при этом с очень приличным качеством видео, GQ15 – отличный выбор. Большое внимание на семинаре уделили и сигнализациям. Отметим, что охранные системы Sky зарекомендовали себя как очень надежные, при том, если другие бренды потихоньку избавляются от простых сигналок, то здесь, наоборот, сохраняют недорогие модели. Более того, представили и новинку Sky M1 Slim с более миниатюрным блоком, который легче спрятать. Ну и, конечно, как тут не поднять животрепещущую тему – угоны машин. По сообщениям автомировских продавцов, которые и были главными слушателями семинара, основной спрос идет на простые сигнализации. Но тут-то и кроется главная угроза. Вы слышали про код-граберы? Думаю, многие скажут «да». Но вот тех, кто видел, будет куда меньше. Ну что же, выйдем на улицу, на автостоянку к нашему автомагазину. Вы думаете, код-грабер – это некий чемодан с кнопочкой? Да нет. Вот такая маленькая коробочка, при помощи которой мы сейчас и угоним машину. Как только хозяин, в нашем случае Самары, нажмет на кнопку своей сигнализации – все. Это начало трагедии. Грабер ловит сигнал и превращается в аналог брелока несчастного автовладельца. Нажатием кнопки «вскрываем машину», а завести без ключа угонщику – плевое дело. Финал наступает быстро. Какой тут выход? Либо постоянно менять сигнализацию на более навороченную, более современную, как сейчас диалоговой сигнализации, либо предлагается простое, достаточно простое, недорогое решение – это установить анти-грабер. Ну что же, проверим. Та же машина, та же сигнализация, тот же код-грабер, но угонщик ничего не может сделать. Почему? Да это волшебная коробочка – анти-грабер. Постоянно высылает миллиарды ложных кодов, и те засоряют воровскому прибору ячейки памяти. Все. Угон не состоится. Самое интересное, что одна машина с анти-грабером защищает практически всю автостоянку. Однако, у меня вопрос. А не помешает ли анти-грабер реальному хозяину снимать и ставить машину на охрану? Нет, не помешает, потому что сигналы, которые, коды, которые отправляет анти-грабер, они примерно в три раза короче, чем реальные коды брелка. Ну что же, посмотрим на десятку самых угоняемых автомобильных марок. Владельцам этих автомобилей мы просто рекомендуем установить анти-грабер. Впрочем, не только им. Нынче угоняют и корейцев, и французов. Ну а владельцам дорогих автомобилей анти-грабер советуем однозначно. И, кстати, о владельцах дорогих и просто угоняемых машин. Внимание! На семинаре представили еще одного классного, уже не защитника, а помощника. GPS-маяк. Для того, чтобы найти угнанную машину. Не смотрите на эти провода. Маячок может работать автономно. Притом, его аккумулятора хватает, по заявлениям производителя, на полтора года. Поэтому прячем коробочку куда угодно. Подключать так к бортовой системе не обязательно. Где и куда положить. В салоне, ну, например, кресло замуровать. Или снаружи автомобиля, скажем, под бампер, или на днище приклеить. Подскажет ваша фантазия. Потайные места в машине есть. Если угон все же свершился, то маяк поможет найти машину. Внутри находится симка. Но главное, что прибор-то молчит, то есть находится в спящем режиме. А значит, вору его никак не отсканировать. А вот если на эту симку отправить смс, то маячок оживет на доле секунды. И высылает координаты, где находится автомобиль. Нам привели немало примеров, когда GPS-маяк помог найти машины. Однозначно рекомендуем. Недорого, просто и очень эффективно. Ну а теперь короткой строкой еще несколько интересных устройств, которые были показаны на семинаре. И главное, что они уже появились на магазинных полках. Видеокамеры. Современные автомобили в массе своей имеют никудышный обзор назад. Автопроизводители за эту опцию просят немало денег. Тем не менее, мы сами установили видеокамеру. Обошлось куда дешевле. А движение задним ходом стало намного спокойнее. Предложения разнообразны. Но одно из лучших, это, конечно, установка видеокамеры в фонарь подсветки заднего номера. Выпускаются вот такие площадки, как замена штатным. И главное, уже со встроенной видеокамерой. Переходим к автомузыкальным новинкам. Во-первых, цифровые проигрыватели ACV. Недорогие, стильные, с экранами. Поэтому позволяют не только слушать музыку, но и просматривать картинки, видео. Носитель информации флешка. Очень интересно, производитель играется подсветкой. Даже USB-вход подсвечен. И вообще, качество изготовления на высоте. Если же есть желание взять аппарат покруче, скажем, с поддержкой навигации, в линейке ACV все такие модели, притом вновь отмечаем невысокий ценник и приличное качество изготовления. Представили и новые усилители ACV. Нам понравился их стильный дизайн. Но основная цель производителя была. Сделать их компактными и легкими, чтобы без проблем устанавливать даже в самые небольшие автомобили. Но при этом усилки достаточно мощные. Очень интересная акустика, в частности сабвуферы. Производитель гарантирует хороший звук и при этом радует компактностью некоторых моделей. И вот тут, пожалуй, подведем итоги и посмотрим на цены. А ценники-то радуют. Осень – это время очень интересных предложений в сети магазинов Автомир. Что интересно, что под эти предложения попадают и некоторые новинки, которые мы сегодня рассмотрели. Так что не упускайте это время, когда автоэлектронику купить выгодно. На очереди рубрика «Тест-драйв». И в центре внимания – рабочие машины. Строительство в России, особенно в частном секторе, всегда будет актуально. Это хорошо видно по нашему региону. Конечно, возводят и большие объекты, но сколько же частных строек? Жители городов побежали подальше от пробок, на тихие улочки да в пригород. Поэтому мы периодически поднимаем тему строительной техники. Интерес к ней немалый. А сегодня познакомимся вот с этой парочкой. Не правда ли напоминает неких монстров? А зверей этих я все-таки приручил. Но обо всем по порядку. Итак, мини-экскаватор «КамАЦУ» PC-35. Мы снимали эту машину в разных условиях на протяжении месяца, чтобы увидеть побольше ее возможностей. И мы не ведем речь о покупке такой техники. Дорого. А вот аренда. Она вполне доступна даже частнику. Конечно, еще с советских времен живет пословица. Два солдата и стройбата заменяют экскаватор. Хотя сейчас слово «солдат» актуальнее заменить на «гастарбайтер». Но такую машину и 10 гастарбайтеров не заменят, да и обойдутся дороже. Смотрите, какой функционал. Экскаватор? Но у которого есть отвал. А значит, можно делать и ландшафтные работы. В частности, убрать старую плитку. Или разровнять землю. То, что называют планировкой. Чем хорош этот мини-экскаватор, так именно своими малыми размерами и весом. Загоните на такой газон большую машину или тот же колесный трактор и прощай трава до грунт. А здесь едва следы остались. Так что пейзаж эта машина не портит. Однако преимущества мы видим не только в малом давлении на грунт, но и в габаритах. Смотрите, вот следующая задача. Итак, прокопать траншею вдоль дороги, да еще между деревьями, посаженными в два ряда. Кажется, что на машине невиально. Только вручную. Но Камацу копает. А как ловко он огибает стволы, расстояние между которыми едва достигает пары метров. А самое интересное. Вы видите, я спокойно хожу рядом с кабиной во время работы. А все потому, что у этого экскаватора уменьшенный противовес. Поэтому и не боюсь, что при повороте стрелы кабина меня заденет. И это дает PC-35 великое преимущество. Подъезжать вплотную не только к деревьям, но и к стенам, к заборам. Задача для большинства машин фактически недостижимая. А пригодится этот плюс во многих случаях. Взять тот же дренаж. Сколь часто строители наступают на эти грабли? Построили дом, а про дренаж забыли. Как дождь, так потоп. В воде-то бежать некуда. А зимой еще хуже. Остуди помещение, вода замерзнет и повредит фундамент. Этот работяга окопает дом или участок быстро. Не смотрите, что мал. В самый раз вспомнить народную мудрость. Мал да удал. Как показали сравнительные тесты по производительности, мини-экскаваторы КамАЦУ не уступают традиционным колесным тракторам. Притом, максимальная глубина копания до 3 метров. Для большинства задач хватит. Если надо, и в грузовик грунт уберет. Высота погрузки 3,5 метра. Ковш узкий. Траншея получается шириной 36 сантиметров. Лишнюю землю не ворошит. Впрочем, есть ковши пошире 56 сантиметров. А еще и такой. Им удобно вести планировочные работы. Грунт ровнять. Согласитесь, что на любой стройке такая машина просто замечательный помощник. И копает, и ровняет, и грузит. А еще нам понравилось, как работает дизельный мотор. Вспомните, как он звучит у трактора. Ну, скажем, ДТ-75. А теперь забудьте, потому что этот шуршит. Так что окружающих особенно не тревожит. А вес этого мини-экскаватора всего лишь 3 тонны 700 килограмм. А это значит отличная мобильность. Проблем с доставкой нет. Сам погрузится в грузовик. Дальше его привезут, куда пожелает заказчик. А там сам и разгрузится. Просто замечательно. Пришло время познакомиться и со старшим братом. Полноповоротный экскаватор. КамАЦУ ПИСИ-220. Вот это уже не зверь, а зверюга. Какая там плитка? Плиты способен вырывать. И затем убирать. Такая машина, конечно, для более глобальных строек. Увеличенная ширина гусениц, что позволяет не проваливаться на болотистом грунте. Ковш почти полтора куба. Да и котлован копает на глубину около 7 метров. Кому бассейн или пруд на участке? Заказывайте. Вопрос где? Вот тут-то мы и подошли к самому интересному. Компания Росавтотехника. Присутствует на этом рынке не первый год. Знает потребности строителей. А экскаваторы – предложение новинка. Конечно, у кого-то возникает вопрос. Ну, возьму я эту машину в аренду, а работать-то не умею. Но это же современная техника. Умная и достаточно простая в освоении. Что называется, сел и поехал. Я вот освоился сразу. Похоже, кто-то уже испугался трудностей вождения. Успокоен. Конечно же, заказчику этого делать не придется. Потому что аренда техники включает в себя и подготовленного оператора. Это разумно. Все-таки копать – это, я вам скажу, не ехать. Здесь уже опыт и умение необходимы. А что? Проверим, есть ли это самое умение у операторов. Приручим этих монстров. А ну, давайте мне свои хоботы. Только голову не расплющите ковшами. Ну, прям как динозавры-трансформеры. А точность гидравлики и операторов достойна похвалы. Глядя на младшего, то есть на мини-экскаватор, вспомнилась мне и другая машина. Бобкэт. Рысь. Она также миниатюрна. И также мастер ландшафта. Конечно, яму а-ля экскаватор не выкопает. Но зато. Запросто прорежет в земле мини-траншею под кабель или трубу. А еще быстро насверлит отверстий, например, под забор или фундамент. И главный плюс опять в мини-размерах. Пролезет там, где трактору не под силу. А подводя итог нашей встречи, скажем кратко. Берем в аренду этих замечательных помощников в компании Роллс Автотехника. Это у круглого гаража на улице Нехинской. И завершает программу рубрика «За безопасность на дорогах». Ну что же, пора вернуться к нашим видеоурокам. И сегодня вновь тема «Поворот направо». Потому что, как выяснилось, не все понимают, что именно пишут в правилах дорожного движения. Вот на нашем канале Ютьюба Дмитрий Юрьевич оставил послание. Пункт правил 8.6 вы растолковали неверно. Там дана лишь рекомендация. Так что можно поворачивать с правого ряда в любой ряд. Ну что же, посмотрим в книгу. Цитирую. При повороте направо, транспортное средство, внимание, должно двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части. И наглядная картинка, где видно, что слово «должно» — это отнюдь не рекомендация, как пишет Дмитрий Юрьевич, а требование. Поворачиваем только в крайний правый ряд. А чтобы закрепить сей постулат, посмотрим на наглядный пример. Притом, как и обычно, это будет не совсем простой перекресток. Вот здесь проспект Мира пересекается с улицей Нехинской. Есть полукольцо и светофоры. Если двигаемся по проспекту Мира, и нам нужно повернуть на Нехинскую в сторону вокзала, то какие могут быть варианты? Послушаем преподавателя. Или сразу совершить поворот налево и продолжить движение по улице Нехинской. Однако здесь мы нарываемся на светофор и теряем время. Поэтому большинство водителей предпочитают второй вариант. Или же продолжить прямолинейное движение в дальнейшем на полукольцо, где он должен, согласно правилам дорожного движения, принять по возможности как можно правее для того, чтобы в дальнейшем на разрешающий сигнал светофора совершить поворот на улицу Нехинскую. И вот это как раз тот случай, когда многие и забывают про это самое. Принять как можно правее, чтобы затем совершить правый поворот в правый ряд. И как видим, поворачивают кто откуда и в любой ряд. Отчасти мы не осуждаем водителей, потому что в правом ряду ямы до кочки, и кто-то просто бережет свой автомобиль. Ну а кто-то все-таки нарушает пункт правил 8.6. Надо сказать, что когда-то вот на этих проводах висели знаки направления движения по полосе. Но их со временем, похоже, просто ветром сдуло. Ход со знаками было проще, а сегодня при повороте направо царит такой маленький хаос. А ведь двигаться по правилам просто смотрите на красный учебный автомобиль. На полукольце заранее занимаем правый ряд и совершаем поворот также правый. Однако отметим, что можно повернуть направо и в любой ряд, но при условии, если разрешает этот самый знак направления движения по полосам. Ну, как на улице Попова, где выезжаем все на тот же проспект мира со стороны универсама. Ну а самое интересное, что с другой стороны, со стороны аптеки, такой же выезд, но знака-то нет. А значит, здесь водители нарушают пункт правил 8.6. Ну а согласно ПДД нужно так, повернуть в правый ряд. И лишь затем перестраиваемся по необходимости и по возможности. Впрочем, заметим, что в этом месте ничто не мешает поставить знак, который разрешил бы правый поворот в любой ряд, чтобы эти незаконные действия водителей стали законами. Было бы логично. Благодарим автошколу «Водитель Плюс» за очередной видеоурок. И поздравляем с днем рождения! Ну и в честь праздничной даты «Водитель Плюс» делает подарок. В виде существенного понижения стоимости обучения в ноябре месяце. Так что не упускайте этот шанс. Мотор орёк для нас звучит, как музыка, как аромат. Вдыхаем мы бензин. Что нужно? Шоссе полоска узкая. До запчастей заветный магазин. Автомобили, автомобили. Буква на всё. Заполодили. Продолжение следует...